Исследуя астрологию, я обнаружил шесть уровней проявления астрологии в информационном пространстве. Первые три уровня это так называемые популярные гороскопы и еще три уровня это настоящие индивидуальные гороскопы. Итак, популярные гороскопы. На первом, самом низком уровне находятся гороскопы, которые публикуются в средствах массовой информации. В этих гороскопах нет даже фамилии и имя человека, который их составлял. Там обычно есть такие фразы, типа, сегодня следует больше уделить внимание домашним делам, не поддавайтесь первому впечатлению, не проявляйте свою агрессивность, иначе можете получить отпор и так далее. Это общие психологические рекомендации, которые подходят всем знакам во все времена. И обычно к астрологии они имеют очень мало отношений. Второй уровень это когда есть автор, который берет ответственность за свой прогноз. И все равно этот уровень, он очень низок по своей полезности, по своей познавательной полезности, где-то 10-15%. Если даже хороший специалист, он делает популярный гороскоп, такая очень низкая степень вероятности. Почему? Потому что в этих популярных гороскопах возможно отследить влияние планет только на Солнце человека. А другие планеты, другие 9 планет, они отметаются. Поэтому такая низкая степень точности, низкая степень полезности. Вот если бы вы смотрели прогноз погоды, который совпадал на 10-15%, стали бы вы дальше смотреть такие прогнозы погоды. Поэтому мы видим недоверчивость людей по отношению к астрологии. Почему астрологи идут на это? Они идут только для того, чтобы сделать рекламу, увеличить свою популярность. Я тоже буду публиковать такие популярные гороскопы. Только я увеличу степень полезности благодаря анализу годов. Каждый год будет дан анализ не только по знакам, но будет дан анализ по годам рождения. И степень точности здесь возрастает до 30%. Но настоящая астрология начинается с индивидуального гороскопа. И тут я вижу тоже три уровня. Первый уровень – это индийская астрология, которая отслеживает только 7 небесных сфер. Это Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. И степень полезности информации здесь достигает 60-69%. Дальше идут астрологические школы, которые исследуют также планеты Уран, Нептун, Плутон, Черная и Белую Луну. И здесь степень полезности возрастает до 80-85%. И точность в 90-95% прогноза вы можете достигнуть, если вы сами исследуете свои планеты. Сами исследуете индивидуальное проявление ваших планет. Оканчиваете курсы астрологические. Они не такие трудные, не такие большие. Примерно 1-2 месяца. И вы сами сможете отслеживать свои планеты. Если у специалиста консультация идет час, там два, то свой гороскоп вы можете исследовать месяц, два, несколько лет. И глубина проникновения вашей планеты будет наивысшей. Поэтому я желаю вам не смотреть, не тратить время на популярные гороскопы, составлять свой индивидуальный и изучать планеты, изучать их проявления. Благодарю за внимание.